Всем привет! Сегодня у нас будет видео по обновлению, пришедшему на наш сервера 18 октября. Видео будет обзорное, сильно в механику углубляться не будем, потому как очень мало данных по этому обновлению. И в принципе расскажу то, что я понял. Я пару дней на Корее смотрел это обновление перед выходом на наш сервер. В общем, в событиях была награда несколько сундуков. Сейчас это награда один сундук, два сундука генов. Можно открыть трехзвездный белый или синий ген. И дальше смотрим, есть у нас в связях знак восклицания, но ничего нет. Для того, чтобы открылись гены, а не появились, нужно найти этот сундучок, открыть его и надеяться, что вам попадется мутированный ген. Я так думаю, потому что, как по мне, они самые лучшие. Смотрим, насколько мне повезло или не повезло. Да, вы знаете, мне немножко повезло. У меня есть мутированный ген на атаку. Правда, здесь прочность, ерунда. И есть еще обычный ген. Самый, но с одной звездой оба гена. В принципе, это неплохо. Боже, а знать бы, как оно вот это вот 48 раз. В принципе, нужно понимать еще вот это вот попытки сочетания, как они будут происходить. Смотрите, дальше вот у нас есть гены. Нажимаем ношение и открываем слоты. Слоты доступны сразу не все. Открывается это гены на 111 уровне. Сразу вам доступно первых 3 слота. Вот за 1000, ой, за миллион, за 2 и за 3. Дальше пишет, по-моему, 160, 170, а, 160, 180, 200 и так далее. То есть, нужно уровни, последний вот этот, который слева в самом низу, это 240 уровень. В принципе, я их всех открываю. Они за золото. Это, в принципе, приятно. Они не за магические камни, как обычно было. Знаете, там 50, 100, 150, 200 и разорился. Потому как 10 штук, там уже последний будет за 1000 с чем-то открываться. Нет, они открываются за золото. В принципе, это не дорого. Дальше мы активируем их по ношению. Да, мы берем 1 ген одеваем. Там дает нам некую мощность. Одеваем 2 ген. Тоже получаем. И вот. То есть, в принципе, можно всего будет одеть максимум 10 генов. Самых лучших, которые вам только будут нравиться. Иены дают статы, я так понимаю, основные. Это на персонажа. Атрибут скачка. Это они меняются. И там может быть любой герой, либо персонаж. Да, если вот здесь вот размещенный и эндогерой, здесь размещенный и персонаж. Здесь статы в цифрах и есть еще в процентах. Лучше всего ловить в процентах. Да, вот в Атрибуте скачка. Дальше у нас есть тренировка. Почему-то пятница, а пятница-суббота сочетание. Поняли? А было написано четверг-пятница. То есть, сегодня сочетание еще не открыто. Доступна только тренировка. Смотрите, сразу не открывайте вот дополнительные слоты. Они дорогие. Они идут 300, 500, 700 магических камней. 900, 1100, 1200, 1300, если я не ошибаюсь. Ну, то есть, примерно. То есть, они нет смысла, потому что у вас нет иенов сейчас. Когда будет больше иенов, тогда будете открывать. Вот, есть иены. Вы открываете, включаете одну, получается, тренировку. И включаете вторую тренировку. Третью вы уже не можете улучшить, потому что у вас два тренируются. Вы можете моментально закончить. Это 240 магических камней. Ну, в принципе, после тренировки вы получаете или поднятие уровня иена, или осколок на увеличение звездности. Нужно 4 осколка для того, чтобы поднять еще одну звезду. Вот эти иены. Вот сейчас у него одна звезда. Если я соберу 4 осколка, будет 2 звезды. Если еще 4, будет 3 звезды. И дальше он поднимает уровень. То есть, лучше, в принципе, поднимать уровень, так как я понял. Дальше смотрим по иенам. Мутированный. Но я так понимаю, что мне придется мутированный в дальнейшем прокачивать. Что у нас здесь есть? Есть повышение уровня. Если у вас есть лишние иены, иены будут от белого до красного ранга. В зависимости, по-моему, от уровня, они будут менять ранг. То есть, вот эта рамка, которая вокруг них, она будет менять цвет. По-моему, что от уровня. Но я точно не помню, если я не ошибаюсь. Дальше. У нас есть реорганизация. Да, вот повышение. Это я так сказал. Они будут от белого до красного. Все лишние. То есть, у вас есть 10 основных, которые вы качаете. Вы там еще где-то достали пару каких-то левых. Вы их можете вкачивать. Вот, как поглощение для того, чтобы поднимать уровень. Да, дальше у вас есть реорганизация. Но сейчас, я не знаю, я немножко проведу реорганизацию, чтобы вы посмотрели, как она выглядит. Вот, реорганизация. Это то, что вот атрибут скачка вот по центру. Атрибут скачка у меня. Минус урон и прочность на персонажа. Но, в принципе, это ерунда. Мы берем реорганизацию. Смотрим, что. Крит плюс урон. В принципе, неплохо. Давайте еще раз попробуем. Реорганизация. Ммм, эндогерой. Не хочу. Давайте еще раз реорганизацию. Так, персонаж маг-защита. Не хочу. В принципе, нужно стараться, чтобы появилось именно в процентном соотношении. Так, сколько у меня там? Давайте еще 4 раза попробуем. Вот. Эндогерой. Маг-защита. Плюс 0,6%. Заменить. И мы получили еще там дополнительную мощь. То есть, лучше всего именно процентный. Да? А, лучше всего еще и процентный на основного персонажа. Давайте. Еще персонаж атака. Плюс 100. Экзогерой. Минус урон. Ну, такое. Давайте. Сколько еще? Мне понравилось. Я еще 4 раза. Нет, этот не нравится. Смотрим, еще что-то может попасть нам. Маг-защита. Нет, мне не нравится. Так. Это тоже не нравится. Ну, давайте. Если сейчас ничего толкового, то прекратим с этим. Да, все. Пусть так и остается. Пока временно. Потом в дальнейшем буду, возможно, ловить. Попытки сочетания будут увеличивать бонус, который будет давать нам основная статистика. Основная статистика меняется в зависимости от уровня. Ну, так как я понял, уровней будет походу 240. Ну, на Корее я выкачал 15 уровень. Там я быстрыми прокачками качал. Поднял до 15. Ну, такого особого бонуса не увидел. Но вот атрибут скачка со временем увеличивается. И он тоже растет. То есть он не просто 0.6, а вырастает, вырастает, вырастает. В итоге при увеличении цвета он вырастет. Типа бонус. Будет не 0.6, можно там до больше процентного. И если взять, например, 10, 10 по 6 процентов, это можно там 60 процентов накачать суммарно. То есть, в принципе, гены интересные. Ну, увеличение статов, да это дополнительный разгон будет очень даже таки интересный. Просто нужно будет более подробно в него вникнуть. Сейчас я не могу так ничего толком сказать, потому что, действительно, обновление еще сырое, и я его еще толком не видел. Нужно понимать, тоже вот про ее описание. В сочетании есть еще больший шанс получения основного радикала оппонента. Чем выше ранг оппонента, тем выше доход. Ну вот, сочетание будет завтра. Пятница и суббота будут открыты сочетания. Будем смотреть, что еще в сочетании. А пока что нам доступна только тренировка. Поэтому через 8 часов обновляем. Кто камнями запасся, может сразу пробовать прокачать. Ну, в принципе, выбор каждого. Так что, вот такое обновление. В принципе, других обновлений я не заметил. На Корее уже доступны руны для рыцарей. Небольшой такой спойлерок маленький. Ну, а больше ничего такого особого я еще нового не увидел. Поэтому всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите вопросы в комментариях. А также то, что я забыл сказать об обновлении. Если у кого-то есть какая-то информация, буду рад почитать. Это всегда спасибо. Если есть вопросы, задавайте, отвечу. Всем спасибо, всем пока. Всего доброго.